Сегодня свой профессиональный праздник отмечают авиастроители. Он установлен еще в 1956 году. Авиастроение развивалось и в Тюменской области. Наши самолеты летают в разных регионах России. Вот только что сделано, они в Тюмени и еще и по авторским чертежам знают немногие. Татьяна Воротилова с подробностями. Тюменские самолеты-амфибии знают пилоты всей страны. Машина универсальная, уникальная, с запатентованными идеями, которые рождаются в жизни вот в этом ангаре. Главный конструктор Сергей Карпов показывает новый проект «Вершину их мастерства». Это 17-й самолет за 20 лет. Четырехместный двухмоторный с крейсерской скоростью 200 км в час. Для авиатуризма в регионе самолет можно эксплуатировать на стандартных аэродромах с искусственным и грунтовым покрытием. На воде он плывет, по снегу идет, как на лыжах. Малая авиация в Тюмени не так стремительно, но все-таки развивается, в том числе послаблением российского законодательства. Но вот купить подобный небольшой самолет – это, конечно, большая роскошь. Позволить ее себе эта команда тоже когда-то не могла. И с этого начался их бизнес. Первый мы в 2000-м собрали. Самый первый – это еще был одномоторный, это была проба пиратокая. В 2002 году мы построили первый прототип СК-12. СК-12, да. Это еще с автомобильными двигателями. Металлокомплектующие для сборки отечественные, поэтому новый самолет обойдется миллионов 15. Пока. Все, что касается авионики, двигателей, это все импортное. То есть двигатели австрийские, это ротексы 912 по 100 лошадиных сил каждый. Америка, Япония, но, по-моему, все делается все равно в Китае. Разворачиваешь, там написано «Мэйденчина», а пришел он к нам из Америки. В этом году из-за пандемии здесь тоже останавливали производство на две недели. Вернуться к работе в прежнем режиме не получается до сих пор. Самая большая трудность, которая возникает при работе с импортными силовыми установками – это стоимость комплектующих. Потому что сейчас все завязано с курсом доллара, и, естественно, все это стоит очень больших денег. Здесь же, в ангаре, они ремонтируют самолеты. Вот этот во время аварийной посадки разбился на Чукотке. На нем патрулировали леса. После второго рождения машина вернется в строй. Как и другая, которой делают новые крылья. В этом цехе, да, собираем крылья, центропаны, на которые, собственно, навешиваются двигатели. Внутри стоят бензобаки. Каким будет следующий заказ, они уже знают. Это новый самолет, тоже по авторским чертежам. Покупатель – частное лицо. Малая авиация сейчас у нас находится не на самом лучшем этапе своего пути. Но будем надеяться на то, что когда-нибудь самолет будет у каждого человека. И мы все будем передвигаться на воздушном транспорте. Команда из десяти тюменцев не перестает мечтать. Говорят, их полет мыслей без границ. И им это всегда только помогало. Татьяна Воротилова, Сергей Жирнаков, Тюменская служба новостей.